О, блядь, блядь О! Ты сейчас, блядь, опять сползет, опять сползет Съезжай, нахуй! Съезжай, блядь! Так, значит, сейчас сделаем обзорчик экономики Попробую, если у меня получилось, то получилось Это у нас в Комсомольском море Здесь вот появилась такая новая база Там, если посмотреть, там есть вот Танкер стоит Который сливает сюда соляру Для снабжения тайги По лесу этим Ну, лес вырубает, короче, тайгу Сейчас мы возьмем эту телегу здесь От старого груза откажемся Так, смотрим, дизельное топливо 35 тонн Денег дают хорошо То есть, в тайгу дорого стоит 119 рублей за километр До Согды везем Значит, смотрим, что у нас получается 389 километров Расстояние реальное Переправа через пролив 224 километра Стоимость переправы 5000 Длительность рейса 11 часов 53 Но 5 часов уют на переправу Получается, где-то 6-7 часов дается времени Вот Что денег-то дают Для нее А, 51 тысяча То есть, денег, в принципе, дает порядочно Но ехать с Комсомольска туда Далековато То есть, получается А, сухопутная часть 389 километров Это реальных километров, да Реальных И к ним еще нужно прибавить 224 километра Которые мы будем ехать на поезде На вагоне Стоимость этой перевозки 5000 рублей Длительность рейса 11.53 Но 5 часов Уберут из переправы То есть, получается 6 За 6,5 часов нам надо проехать 389 километров Получится, не получится Наверное, не получится 6 реальных часов Если даже 50 километров в час ехать До 300 километров, да 50 А там горки-то такие Что можно, блин Можно, короче, не успеть Ее придется переправу Все-таки бы меньше делать Или добавлять Времени Давай, наверное, переправу Я все-таки Делаю меньше Сделаю 3 часа Будем считать, что там Скоростной поиск какой-то шел 3 часа И тогда вам времени хватит впритык Довести эти 35 тонн Значит, по карте Смотрим, что у нас получается Идем мы по Амуру По Амуру идем И здесь, получается Доезжаем до Кульдура Грузимся на платформу 220 километров Вот это расстояние Реальное До Ягдыни С Ягдыни мы идем сюда На Согду Вниз По Тайге Поехали Все-таки красиво Весность 35 тонн Вниз Мору не сжимает Не сильно Скользко Продолжение следует... Перемещаемся в кульдурную Считаем, что мы доехали к кульдуре Здесь есть база в кульдуре Междугородняя Мы идем дальше на переправу В кульдуре 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 Все В кульдуре Здесь Уже тоже стоит, туда же везет. Уже 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 темнеет. Уже слежаем. 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 Затем, как это будет. Эта силин застоял. Загрузка маленькая, все равно. Посоленевец поднять, поедет. В общем, будем считать, что поедет. Груз сюда, один и один сюда. Больше сюда вы ничего не наедете. Хотите ехать сюда, значит, вам нужно обязательно попасть в танцеболь с нами. Вот здесь у нас Согда. Или Согда, уже местные жители расскажут. То есть мы сюда привезли солярку для предприятия по вырубке леса, по заготовке леса. Лес они готовят в основном в поселке, как он называется, Эльена, ЛМ. Отсюда, наверное, 80 километров. Сейчас посмотрим сколько километров здесь. Такой поселок рабочий. Чисто специализируется заготовкой леса. Люди держат коров, лошадей, кур. Все тут есть. Вот она, база их. Это вот их бытовки. Где они в лес завозят их на деляну. Рабочие там отдыхают. Вот грейдер пошел на деляну. Расчищают дорожку. Так. Это здесь начальство местное. Вот их техника здесь. Вот здесь куча телег пустых. То есть мы отсюда забираем пустую телегу. Вот мы привезли им соляру сюда для работы. А мы сольская у них есть. Шлифует где, резина лысая что-ли Стало шлифовать в новом патче У нас получается сцепление трех колес, трех мостов на телеге держит, не дает ей заехать Дождик, наверно, вообще жопой будет, я не заехал Стоп-болый патчер М-22 Нагнется оттаскачный Шлифует 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 Родит место, нет? Да Здаем здесь ну понятно денег здесь и так далее но то что я прилетел к этому опыту мало продолжаем все дальше значит мы выезжаем то есть отсюда либо вы едете порожняком вообще бесплатно если не хотите ехать в поселок то значит обратно нужно ехать до железнодорожной переправы переправляться платить свои пять тысяч кровно заработанные и там где то и то в кульдуре вы найдете только одну пустую телегу за копейки вы можете там доробить жар понимаете то есть смысла нет если вариант отсюда это вот зацепить пустую телегу до эльги делянки то есть до делянки за 700 рублей ну хоть на еду хватит что делать то солярку то конечно не окупишь ни хрена хоть на еду вот то есть нам надо приехать это расстояние 72 километра по тайге это жопа я вам скажу просто реальная жопа если там это вы едете 100 километров там скажем по амуру по трассе да ну там два часа да там два часа здесь нужно умножать на 2 на 3 раза потому что такие горы ну пустой может еще можно забежать это не вне факт что она заедет с этим с пустой телега нагрузки то нет на оси надо проверить в дождик то не знаю как она будет в общем проверяйте сами все будет правильное место здесь на полном приводе гоняю правильное место урал и камазы починился так сервис отремонтировать так и upgrade у нас что с резиной получается шлифует ведь она да ну еще вот резина нам ведущую надо то есть так вот здесь определить какая-то резина и вообще где выбрать дождевую или какую-то резину хрен что такое СБ шумная 74 75 децибел видимо да это бесшумная резина ДАДБДЦ блять что это значит я не знаю давай поставим я не знаю какую резину сейчас у меня стоит С почему это что такое С где это все написано непонятно давай Б поставим Б или Д класс Д 75 давай ее поставим и на передке мы поставим тоже Д да тоже Д поставим оплатить оплатить это нам не надо толку то от нее оплатить посмотрим что это значит у нас будет буксовать будет буксовать когда буксируем кто разобрался наверно на пищу так попересли от чего туда ну поехали сейчас ну ограничений скорости здесь нет можно херать сейчас попробуем тут проскочить потом дождик наверно все 74 километра для пустой доделегии может быть еще и нормально оттуда придется тащить лес 25 тонн уже на амурскую трассу туда покинули посмотрим как она по горочкам поется здесь никакой цивилизации нет все то есть ягоды доехать ничего тут нет и там дальше уже ничего нет одни горы обрывы но дорога хорошая действительно шумит да да здесь надо высыпать вправо тянут и 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 Вот там с поворотом направо, на этой трансгонах Камушки стреляют Вот здесь что-то смотрю на поворот Лучше Скорость падает, а вроде не Смениться более-менее Смениться более-менее Дома к сне Наверное не стронится Лучше Отправляется Пошел дождик Пошел дождик Провердс Пошел дождик so А remove một Пошел 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 Сл� Началось Пошел Показывает Пошел likelihood Такие спуски подъемные. Аж дыхание спирает. Вы тут можете не бояться, вваливать. Хорошая такая грейдерная дорога. Пустой тонн в горы не садится, а по этой дороге еще 35 тонн дает утащить бочку сюда. Надолго здесь в тайге можно застрять. Пустая тонн присаживается. Так вот добрались до поселка Эльги. Вторые стоят в боку. Здесь у нас лесозаготовка. Подпишем. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь больше грузов нет, только пустая телега Так, бревна до Снежного, то есть это практически до Селихина, от Селихина до Комсомольска не так много То есть до Снежного, а вот в Снежном есть только пустая телега на Делянке То есть, короче, в Снежном придется либо там ездить тоже по железнодорожным переправам Либо все-таки ехать куда-то в Селихина или в Комсомольск и по второму кругу зарабатывать в углу Денег дают 23 косаря 371 реальный километр по сухопутке То есть 24, минус 5 косарей Получается 45, ну и на соляру сколько там идет То есть 25 косарей останется, но ехать туда придется, наверное, целый день Реальный Взяться за работу Взяться за работу Здесь тянут Вот. Берячься. Тошняк здесь никакого сервиса нет ну и давайте посмотрим первый подъем затяжной, как в дожде она зайдет а он здесь посильнее осыпление на дороге, не на перекрестке какое осыпление нормальное осыпление хорошо, на обочине приходят обочины все буквы, да и это самое мы поехали в город проверим дождик зайдет нет сейчас такие обрывы, просто лететь только здесь вообще помираем поскольку он здесь конечно будет развеезжать надо заправляться путеводчиком так и так и и и и и и и и Там наверху, она еще сильнее поднимается На бочине нельзя, она встанет сразу же На бочине, она встанет На бочине, она встанет 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 вот здесь увеличится вот здесь вот здесь вот здесь хорошо таких конечно хорошо пошел и шлифанули сразу так, шлифанули сразу и шлифанули сразу Дождик закончил Сразу пошла Взрывает место полиграции Взрывает место полиграции Взрывает место Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Я бы кнопка отключения полняла при этом, раз остановился, пришел, как выключил этот пологатайся Надо, отключил Можно поставить? Аня, сейчас выездит Поверим, дать кнопку по прямой на полном двери Поехаю Ну, зато ехали? Да, ехали, ели Сначала дождик Как она в дождик пойдет на полном приводе Чего? Как она в дождик сейчас на полном приводе пойдет Не знаю Тут горы затяжные, блин, тут километров по пять, наверное, в гору надо забираться Все, спуск ушел На полном приводе На полном приводе На полном приводе На полном приводе У меня пока нету Нет Дима, 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 Дима Подожди Ох, ёл Какая скорость едет Дима, Дима, сейчас перевернемся нах Подожди Углы срезаем Вон поворот какой-то Зайдем Зайдем мы в него, нет? погнали 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 машину болтает дима сколько разогнались с какой скоростью 160 давай десятое чего десятое сейчас десятое садится это кто-то мишка собачка собачка шестая четвертая четвертая на полно при воде идем вот он нормально заходит а дальше подъемте посмотрите у вас крутые горы есть это все подъем 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 представляете это все подъем и все нужно ехать на четвертую на четвертую передачу и все что да здесь спуск пошел и доедешь вот здесь вот ну тут понятно мы в эту сторону все по рождикам пойдем ну что пузовин не догоняет нас нет там он уже разбился наверное на вертолете летит послалил сейчас подожди тут где-то поворот должен быть при перегресток то есть если вот здесь вот лететь без тормоза оп косяк косячок вот здесь нам надо поворачивать понимаешь если тут разогнался тормоза отказали и все и ты улетел прямо так так из чего исправим вот еще косячки да еще косячки на этом повороте и вот пошел подъем 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 они такие не очень сильные вот здесь она что встанет на полном приеме подвинется даже дождь поднимается ночью везде заехали и и и и и и и и и С полным приводом сейчас истучим Вот сюда На вагон Да Сюда надо поедать С полным приводом спокойно заходим С полным приводом спокойно заходим Б 3D Вагон С лейтингом С лейтингом Телек С лейтинг Телек Не для тебя Эта Клэдинг Открыл Упирается наверно в этот плен Упирается Давай Поехали на параллель Упирается 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 Поехал поезд Сюда мы загружались С бочкой Соляркой Обратно лез Ай Обратно лез Обратно лез Обратно лез Видите как ты гурацкая Ай 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну, здесь полный период, нормально работает. Ладно, я пошёл. Давай. Ну, теперь здесь, в принципе, уже уходишь туда на мурский трасс. Ладно. Завтра придётся, может быть, на... Да нет, должен успеть первого числа. Всё, всё. Субтитры сделал DimaTorzok